19-й год и следующая ручница Жежи Волынской. И следующая ручница, нестетно, по разу, ручница кламства о Жеже Волынской. Ровно, как с уст, нестетно, идеологического отдела, так сказать, партии жонзолнцев, сегодня в Польше, так и с уст того, о котором Анна Святой Памятье Валентинович говорила, что это советский шпицель, кремлевский шпицель, а он теперь этот шпицель шатана сутана, профессор такой, Курды, Исакевич Залесский, который тхужил, стхужил илёж раз. Чаще повстания очекал, солидарности, чаще самых острых моментов старча с советами, солидарности. Он завси очекал, и Анна Валентиновича говорила, что это шпицель родзецкий, такой самый, как и Болек. Так он теперь, этот шпицель, Курды, в сутане, Курды, псевдоксианс, псевдопрофесор, стоит уже на бэграунде у него, стоят војске польске, это святость польске, стоит у него, у шатана сутана на бэграунде. То, мысля, что это уже в 19-м году, то предел хипокризии, который огарнул поляков, польске, Пис, всеских. И украинцам ровнеш. Бо они милчоў. Бо они працюў, езжуў до Польске, працюў. И мыслям, что так в Латвии милчач, нех не бэнже им там, шо шкадзал, працюў, зарабяў. Ну и на здоровье, нех працюў, нех зарабяў. На здоровье поляцы, нех в Немчах, в иных краях заходних працюў, зарабяў, то всеско фајне. Але у нас позастаюўе пытањя, вещи не на коријў Украины, не на коријў ОУНУПА, у которых было 400 тысяч ёнців жовнежиў. И гды полечуў, шо мовям о забитых поляках, замордаванных, нібито 250 тысяч ёнців или 150 тысяч ёнців. Каждый рог на концајм довольне цифры, калькулюўам, лечуўам то, як хцам. Вкруце, чэнщў повстанців, украјнська повстанцька армия, 400 тысяч ёнців было, а забитых поляков чвора мне, так? То, выходит, что решта не забијала, как двој, трёх, пињчора мордавали ёнців, так? Бо решта украјнська повстанцька армия то бохатери, а их долечуўно до жижников, вски очарняно, очарняно вски. Ну, то дзяла тего шатана сутана, шпицеля кремлівську, а тарас і не помню так израелську, ну, може хабастского, юдавську і рештацьке. Ну, і до тего шпицеля, нестыто, долічајмся, до шатана сутана доњшамся. Теш чи шпелјоўци лезаки в свои часы, графоманы, Матойды для кого-то, а потом перешли на страну Солидарноши, ну так, Рафау Зимкевичу, разные там редакторы, хурам. И я так слышал, что не было уже столько Поляков, мудрых Поляков, и каких-то бабушек, джадков поперченных на этой пропаганды. И уже не так живо, не так живо, эмоционально на то реагируем, потому что смотрят много средств логистических, логичных для них. И, кстати, каждый год, по раз в колени они накручивают, даже так, что уже с логичной логикой, ну, не очень с чем-то проявляют. У нормального Поляка или Украинца. И еще раз говорю, что не интересует меня ни Польска, ни Украинская страна, интересует меня страна только правды. Те правды, о которой че, Рафаэляки, рожне говорят, что мы, что они хотят правды, а мы боимся этой правды, потому что чувствуют чувство, чувство вины. Они хотят правды. Но правда так, что две страны мордовали один другого. Украинская вещь Сахрынь была спалена. Около 1800 мешканцев там было. Была спалена, вымордована и гранаты жуцали в Лёхе и в пивнице. Поляцы, окопцы. Я не говорю о других группах. За Сахрынь то сделали окопцы. Какие отделы, то уже никого не интересует. Они поведут, а где на то сом удоводнение? То на встечные питания, где удоводнение на то, что было, как Семаша когда-то говорила, окружено около 100 вёх. Вошли все, Украинская повстанская армия, збродняжицы, бандеровцы, вымордовали всех. Где на то удоводнение? Там что, сделки, селфи робили. Там что, они говорили так, мы, бандеровцы, пришли мордовать, так. Некоторые историцы говорят, что зналили нотатки, что и распространяли нотатки, что требует этническую чистку делать против поляков, вызволить эту землю украинскую. Так, так, а поляцы то самое делали против украинцев. Так само выщедляли из Холмщины, из Примышля, из Любельщины, украинцев. Так брутально выщедляли, что они заставили завтра порабованы и смордованы украинцы. Крусы, справа была так. По империуму росийскому, там, где поляцы были невольниками, ну то розбор. Винны были в тём розборже средневекцию магнаты польские. Бо отдали польские, так как и отдали в 18-м году, когда за допомогой польские была разобрана Украина. Крысы отданы польские, решта кумухом. И потом началась колаборация Пилцовского как с хитлеровским режимом, так и с историческим удовлетворением, так и с сталиновским режимом. В 33-м году приезжали на парад летничий представители польского летничества. Разом смотреть этот парад. Есть много свидетельств, где Мосчицкий, Мосчицкий, разом с Герингем. Есть свидетельства не только для внимания историков, там, где Пилцовский и хитлеровский режим, тоже мы с собой халабаровым, то свидетельство о том, что в Тихах вошло до Чехов, когда немцы вошли и Польская в 1868 году. Это тоже удовлетворение историческое, так как их можно лекцевать, лекцевать это удовлетворение. Но Польцы о том не говорят, что и польская страна мордовала безусловно и нечеловечным способом Украинцев, которые боялись, и сканд этот страх превратился, превратился в ненависть. Забойчую ненависть для обычных, ни в чем невинных Поляков, как и ни в чем невинных Украинцев, которые мешали на этих вшах. Круче, Польцы набрали себя этого империализма от русских, когда были под русскими, под разборами. И потом, с этим империализмом, когда этот империализм упал, упадал И, благодаря первой войне световой, и благодаря тому, что немцы до Петрограда выслали этого Ленина. Повстали большевицы. Империализм упал. И появилась Польская, благодаря маршалку Пилсудскиму, который начал проводить такую самую политику, как проводили русские над Поляками. Он начал эту политику проводить над Украинцами. Курды. То, как два плюс два. С этого повода и появилась лута ненависть до Поляков. Ни в чём, 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 ни в чём. И это, звукла, звичайная ответственность, для чего этот залезский шатана-сутана так себя поводил. Заховывал себя чаще самой острой вальке солидарности. Для того, чтобы выжить, чтобы остаться живым. И остаться шарым кардиналом, таким мостом тайным между зброднейшей террористической Россией, Кремлем, путиновской Россией. Прошение мылить с нормальными россиянами, которые сон по демократичной стране, противопокина и решта. И таким мостом исполнения мажен хабацких, антихрещьянских жидов. Поэтому нужно заложить сутаны и быть своим, но не рисковать. Как он и не рисковал в солидарности, чтобы остаться шпицелем. Тим шпицелем, о котором говорила Анна Валентинович. Ясной и святой памяти. И святой памяти, святой памяти, Паня Мария и Лех Качинский проводил другую политику, чем Пан Ярослав Качинский. Он тоже шановный человек и многое. Решта. Но он многое мылое мылое. Поэтому я хочу его вычеркнуть с этого целкового мылое помылое. Он понимает, что он Польская не есть и не может быть сам на этой арене международовой геополитической. Эта арена может быть не бехавиаризмом политическим, а может быть тем ареной, в которой право крестьянских страны. И не только. Простегаем и развиваемся. Ну, хорошо. Не хочу без потосов, потому что он тут не потребен вообще. Круто говоря, та формула Леха Качинского – прощаем и просим прощения или прощаем прощения и прощаем. Сейчас уже не работает! Не! Курды! Ничего ниц не было такого, чтобы поляцы были в чем-то винны. Ниц с неба свалило или ненависть до поляков. Сколько оно на пустом месте? Почему до других не было народов такой ненависти, как до поляков? Потому что другие народы не делали то, что делали под имперским, моцарским, пилсудским, а потом его quasi крипто народовцы, так сказать, крипто ОНРовцы, которых сам пан Пилсудский забронил. В 1937, в 1934 и сама АК, Армия Краёва, полювала на этих ОНРовцев. Ну, то есть история, которую не выкраешь личь поменьше польски. Хотя ж в питаниях ЛГБТ этих сатанистов, скажут человече, я успел, то слушна справа, их валька за нормальную генерацию, за нормальную генерацию человечества. это нормально, но это это касается других людей. Сейчас уже сатанистов этих ОНРовцев, что зато взял этот Залезский, и его щурики, разные там, зимкевичи, которые, говорят, они самые поблажливые делегации на Украине из Польской, потому что они чувствовали за собой вину, и через то, через их вину, что они мертвовали Поляков, дети всадили, и они хотят змылить троп, этих Поляков, которые приехали на делегацию, и для этого нужна эксгумация. Это большей хипокризии тоже трудно найти. То есть на этих костях или генетическая экспертиза Бенджи ДНК хоррор просто нелогичный как ты можешь там те щонки вы значить, что те щонки были забиты, защелены, заряжены, не куля в леб, как в котыню, уповцами, либо украинцами, а не НКВД за поляков, или украинцев. Ну хипокризия, страшная хипокризия, и то детям, молодым, полякам, вчискаем в голову их. Пьет, пьет. Тобто этот шаловный идиотизм напевненный тем, что они считают, что поляцы настолько идиотики, настолько глупые, что этот кот принимают в 19-м году за 300 монеты, что снова вчискаем то в телевизии в шатана сутана и этого лизака Комух Зимкевича Рафалка. Вчискаем тот кит 20-х лет цыганки, которая замордовала своих детей, чех, и повесила где-то там, и то удаем, выдаем, что это збродие, небыто до внимания бандеровские. и хоррор. Не было о чем больше бороться, чем с детьми польскими, так? Хоррор. и те, которые в обозах концентрационных поднесли повстание, то было в лагерах родецких 50-х летах. Повстание кингирское на Ччовге поднимали женщины и уповцы, которые там были высланы вместе с женщинами. Украинской повстанской армии тоже бороться с украинскими и их было выслано и до Сибири, и до Казахстана, где-то они были в этих лагерах. И они бороться как криминальным элементом Курды, который там в этих лагерах был. Криминалисты, збродняши разные. Так и с НКВДовцами, и с комухами бороться. И около месяца там взяли владу, повстание было в этих лагерах кингирских. О каких детях, на плотах вы говорите, как у вас сумение позволяет, позволяет о том говорить. Будьте лучше о том, как вас криминалисты сжирают кишинковцы в этих подчинках ваших польских. Они только в один час их до посадили некоторые режимы totalitarные. А сейчас они крутят обычными поляками, правдивыми, хоноровыми, потому что распространялись эти аферисты кишинковцы по Польску. То такая самая культура вручила, как и за часы царские была. Не допалена культура в этих обозах. не не аферисты не аферисты уставления против Украинцев. По первое, чтобы бандеры, так называли бандеровцы, показали, где гробы наших помордований, и по второе, чтобы эти гробы похоронили. Незалежно, что мы думаем, пока не будет эксхумации, поединение польско-украинское нестетно фикцией. Бо тим самым спевнишься и выпевнишься кламство Шпицеля Исакевича, бо неможливо заиндентификовать и выяснить, с какого повода они были забиты те прохи, но они будут отзначены как преступления националистов с украинской стороны. То тоже будет большое кламство в рот самих Украинцев, подано через Шпицеля Исакевича. И так уже с Израилем Пис пошел на ну как афера Израиля против Польска вышла, что Израиль начал как поступать чтобы что выиграть в геополитическом и идеологическом начиску на те края, на которых они начискают до внимания не не мая доводов жидов может быть в Польсе как в 18-м году писали праз иудаист и чтобы пис было при владеем чтобы не было балагана в Украине чтобы два мощных потенци потенженных края Польска и Украина развея и Польсов как Пилсуцкий в свои часы только для и как всегда Польская Украина остается разъединена и по единстве забияна или разъединена в Львове разъединена и практически государство снова начнет еще когда ни Украина ни Польска разъединена разъединена по поединке шибко можно снисшить те края а не бедам квазикрая криптокрая от уж не ходи о национализме украинским не ходи о национализме народовым народовстве народовизме польским не ходи о АК не ходи о УПА а ходи о справедливощи же кеды тен военный коммунизм не без причины не без мотива того, что украинцы опроч того, чтобы они были сприданы но в Киеве было 550 на 1918 год мешканцев курды 550 тысяч полмиллиона защит мешканцев украинцев в Киеве а банды муравьи было только 7 тысяч озброю ну и плюс армия Петлюры которая отшла от Киева и Киев 10 тысяч украинцев застала порабованы знищены взволцены дети кометы порабованы и бастияльские вынищены сбужены на сочном это сделала атеистично банда муравьева против полмиллиона Киева 7 сраних тысяч комух это сделали подлин паскуд которых было нужно вынищить как и добровольцы батальоны в 2014 пошли на оборону нынки своей Украины это не было сделано но еще и Польская армия Пилсоцкого тоже договорилась с комухами чтобы разделить Руцу Украины только чтобы достали а решта их не доткала и в тот час когда их не доткало когда в 30 лет тут был военный войсковый коммунизм ниж что она была киды за три плона розшал на поле где когось найдем глотного розшал на место трупы и вложены на дармовые працы до ГУЛАГов и ГЛОДОМОР чудесные лета то в те часы польская смотрела красивые фильмы буржуйские курды такие красивые цинематограф появился буржуй смотрели фильмы и чешили своим моцарским как они сделали украинцев и сейчас они так и так с модерами разом с теми збродняшами тоже до 1939 года карма крестьяне не верят в карму но те которые не поступают как крестьяне то эта карма приходит по их душам по их кровь а что это нужно полякам не не нужно это а не украинцам но я думаю что какой-то прелом в стане жидовским тоже тоже сам стал настал чем бо олигарховы жидовцы в Украине кто же не на Украине бо бэнтэ называл напольс не хцом юж под пожантковы ивачем под идеологию израильску которая полега на тем что чем больше офиар крови и антисемитизм вычинание жидов в Украине люб в Польске тем венци прав и венци джава на международной арене санкции и решта они они маям провадзачь и озбраячи и палестинские палестинские терены буржичь и будовачь там разбуды воевачем свое паинство жидовские антихрештиянские нестыта така политика юж неподобащим тем тем жидам которые и в Польске и в Украине они не хотят быть подпаданы под разлив крови они не хотят чтобы их забили забили ну то как 2 плюс 2 чтобы сделать революцию чтобы был офиар чтобы народ повстал от крови видок своего народа и сообщество европейское святое чтобы разлив крови чтобы что-то что-то сделало на то и работает шпицер псевдо профессор псевдоакшонс шатана сутана залезки работает антисемитизм антиполонизм на на все то что может сделать шарик кардинал то другой микро Геббельс который не несет за то ответственность не несет ответственность обычно люди когда начинается разлив крови то как два плюс два тоже мысли что наконец и украинцы и полицы и и нормальные полиции люди и замужные олигарховы с разумением то курды и и начали уважать за свой канон а не никакого каббала и шатанского пайсовского хабардистского и страшные вещи от шатана а прино預 записи прячь второе пять książек Можеша которые вошли в Библию и христус которых тоже принимают акцептуют приноцене на то согласен в сеть не треба им той хорой идеологии израильской которая повидано с теологией нех будет уже христианство нех бэндом они жидами нех бэндзи они бэндом юдо полониям юдоукраиноним диаспориум бэндом ччить баджи неш евангелия тора 5 ксюжек моржеса але они отжуцу и кабалы и решта тих шатанских бздетов но цо як джава отделывала гебельсовская пропаганда так же пањство клаамач не можат официально тем барже на бэграундзе жовнежи войска польскіго святощь польский курды они вставяем до гебельса до тег шпицеля залезскіго на бэграунд по-просто хорор таке оглядач так румјж и немцы вежыли гебельсу хитлеру теж вежыли что то правда он теж мувиў так правдзиўи так на тиле было то досконале логични як он мувиў и прз ёго пропагандыстов румјж допомаганных было логичным же поль европы долоншилося до тега хитлера и отшымали 45 рог панување атеистична Звјнзка Радзиўкега прзесцо прзес то же вежыли таким шатанам сутанам таким залезским таким гебельсам которые на чарно мувам бяло отбелевуем чарно люп на обруд выставяем щебе своўе нациў Их нация то satанища, нехай они не трансаёмся до нации польской. То они хотят проработать эту нацию, как проработали эту нацию и в часе русификации царской, в часе русификации радецкой. Так само сейчас проработаем на свой антихрещанский отдел и вальч, разъединение наших хрещанских братьевских народов, чтобы они взаимно ржнули. А эти ГБЛСы будут получать только из этого форсы, либо задоволение, либо форсы, на плюс, что они там получают. Поэтому я говорю, что и украинцы, и поляцы, и даже русские, и россияне, должны понять это, кто кого ржнет, за что, с какой причины идиотизм брат на брата Рэнцы подносит, кровавая, забивает, через все, через терены, через мову, через религию, через язык, через все. Но каким глупотам нужно быть, чтобы в 21 веке снова начинать подносить, то реально нужно быть сатанистом, чтобы так и подносить, вместо правды исторической. Бо обидва народа были в войне в том, бо Украины как такого и не было, а Польска была. За геноцид неща ответственность. Власне же, жонд тех краев, которые творят этот геноцид, курды. Круто, я говорю, что хоро задоволение отшимует, что шатана сутана Залезки, от того, что такие бздеты муви. И еще войски польские стоят на бэкграунде у него, в тыле. Какой встыд, поляцы, такие черпать, такие взносить, до какого еще стопня, такие бэнджи целый час труала. Менз нормальными хрещанскими народами. И те помилки, которые были за Другом Респоспалите, Пилсуцком, они снова начинают подносить, чему, с духом имперскошки, моцарскошки. И уж бракует, ну, за мало, так, 500 плюс полякам, чтобы они голосовали на ПИС. Они хотят ПИС еще доложить до этих 500 плюс, почувствуют им перскошки. Потому что, смотрите, они приезжают, они там слова никакого не могут говорить, украинцы. Сейчас мы им бэнджиемы гэбэльсами. Какой встыд, курды. И когда говоришь о святках, о верыгодных святках, этих окрученств, з рунка УПА, покойовых поляков, то треба бадать, наверно, с двух сторон, с украинских и с польских. Украинских святков и польских святков. Что, кто, что это за святки? Чи это не нашчуты Залезским или Псимашком, прикупенные святки, псевдо-святки? Чи люди, которые реально там были, а не Симашка, которая рассказывала одну историю, что ее родины Пшотков было забито в Жизи Волинской, А оказалось, что они живы, мешкают где-то там. Чи мешкали. Отож, то потребуют великой форсы, потому что нужно на билеты иметь форсы, ездить, камеры. В архивах, архивом седить, люб в НКВД-овских, родецких, советских, вымышленных, может, архивах. Люб еще в каких-то архивах немецких, которые тоже могут быть вымышлены. Курды, тут в жительности трудно дойти до разума, что сейчас стало. А тут еще бадать тех насчутых, прикупенных людей, заангаженных, люб людей залезких, псевдо-фильмиков, документальных, не псевдо-хисторичных. Я уже не говорю о фабулярном гувне, трэш. Круто, этот залезкий псевдо-ксенц только оценит. Оценит, курды, он вагуле ма в пекле смажет себя за свое кламство. А не что-то оценит в украинской стороне. Курды, он оценит то, что Поляцы, нибудь то, нибудь то не хотят жить в покое. Робить, выховывать достойно, годно, с засадами хрещенскими своих детей. Он, курды, этого не хочет. Он хочет, чтобы перед своим хором шпицелевским, мацарским, поляцы и украинцы ржнули взаимно. Он хочет этим спирать свою идеологию, которая уже была говорена через писцовцев. О тех цыганских детей, 20-х лет распятых, нибудь то, через блондеровцев. Но почему писц открыто о том не говорит, что так, это наш блонд? Мы блондили, курды, мы помылились, прошли, он не хочет, прошли. Бо то политически невыгоднее, то слупки попарча спадаем, курды. А по каких шансам нам какие-то слупки попарча? Нам потребно, чтобы мы, Поляцы и Украинцы, навзаем не ржнулися и не распоминали, старые, помылки своих рандов. Гебельсовский люд насчутый, через помылки этого люду, насчутый его ненавистию. Мы не тем, чтобы жили, а жили так, чтобы навзаем могли скотечно бронить свои края, а не слухать этих пердолиентых, курды, насчутых хорым сатанизмом, ружных залезских и еще таких самых там Жаринов, Семашков, Рафалков ружных и эксцайтера ружной той погарды, погарды хора, забужения мозгу психиатричного. Нам треба бронить свои края, чтобы они скотечно могли противстать против врага и тыле. Крусы так выходит завсу, что замясть просьб, благань, украинские страны надать, будь какие-то речевистые, правдивые, верыгодные доводы на преступство в такой скале у попцев, или тех самых украинских, никто не запрещал, что там была и збродня, и жечь, потому что жечь – это всегда збродня. Но кто нас слышал на это все, через какие войны, через войны какой-то геноцидной против украинцев, 30 лет, 20 лет, обозов концентрационных в Бештаде и в Украине, на кресах для украинцев, лагеря, концентрационных, кто через такую политику, колонизацию, насчувал тех украинцев, кто не карал своих збродняжей, не щучили и выпендзачили украинцев, с любопытствами, с тех территорий, которые сейчас Польска займует, кто, как не польский журн, участвовал, либо этот польский журн ниц о ниц не видел, как и генерал Кучеба тоже. Хэллоу, хэллоу, я може многие подэч и хитлера в дупы удэччь с армией познанской. Варшава, Варшава юж запердаля до Англии за злотким. Так а то Варшава, так а то Польска била, друга жучи посполиты, квази-панство, только для щебе Гебельсовске. Вашим и нашим, и Хитлеру, и Сталину, а для своих поляков жечь. Идите на жечь, бо с вам такая имперская политика, вы, курдэ, мушичи подпожонтковачи, под империализм, тэнк империализм, который запердалял юж до Англии. А вы заставайте щему тут, на жечи, в Катыню. Такий лёс, не для Польски. Бо, курды, Польска, то румнеш наш края, як и Украина. Мы мамы быть братэрскими народами, не только на словках пэнкных, а и на жечевистошччі. Давать опор окупанту, окупантове разом, а не через подзалы имперские, гебельсовские, рожих там шатана сутан, професорков, о которых, как говорила Анна Валентоновича, то шпицели кремлевские. Не через таких людей, будующих панство, курды, як вы не зрозумеете то, валюация.